90 лет исполнилось Иосифу Акапяну, гениальному советскому и российскому конструктору, который много лет назад открыл новую эру ПВО, создав первую в стране головку самонаведения для ракет. Ученый подчеркивает, что его изобретение именно для обороны, а не нападения. И даже в свой юбилей Иосиф Григорьевич размышляет о том, как ее улучшить, учитывая новые реалии и современное оружие, например беспилотники. Пилот замечает на локаторе метку вражеского самолета и нажимает кнопку пуск. Все остальное ракета сделает сама. Истребитель уклоняется от возможной атаки, в это время выпущенные им ракеты держат курс на цель, которая может быть в десятках или даже сотнях километров. Ракета словно зубами вцепилась в противника, видит его маневры и мгновенно меняет траекторию. Финал этой схватки предсказуем. Видеть, думать и реагировать ракету научил вот этот человек. Иосиф Григорьевич Акопян создал первую в нашей стране головку самонаведения. Изделие весом 34 килограмма, главная часть зенитно-ракетного комплекса Куб. За эту работу Иосиф Акопян получил ленинскую премию, она полуактивная. Транзисторов тогда еще не было. Были диоды. И она сделана на маленьких электронных лампах. Давалась она очень тяжело. Не все верили, что у Акопяна и его коллег что-то получится, но если разведка доложила, что американцы работают над головкой самонаведения, значит надо сделать свое, только лучше. Акопяны подумать не мог, что большая часть жизни 70 лет будет посвящена ПВО, что он создаст целое направление в оборонке нашей страны. Главные конкуренты в США и Великобритании с удивлением поняли, что СССР не только не отставал в этой области, но и во многом ушел вперед. Иосиф Акопян, конструктор-доктор технических наук, профессор, кандидат физико-математических наук. Таких людей не принято спрашивать о творческих планах. Но отвечая на вопрос о моде на беспилотнике, Иосиф Акопян немного рассказал о ближайшем будущем ПВО, нужно создавать систему, которая могла бы работать одновременно по десяткам целей. В числе этих беспилотники, беспилотники сбить легче всего. Акопян привык смотреть в будущее, в атаку будут посылать целый рой из беспилотников, управляемых ракетой мин. Поэтому на защите наших рубежей должен стоять зенитно-ракетный комплекс, похожий на автомат Калашникова. Только вместо пуль десятки ракет, которые Иосиф Акопян уже научил видеть и думать. Родился Акопян 28 августа 1931 года в Саратове. Иосиф единственный сын родителей, уехал в эвакуацию со своей тетей и сестрой матери, осенью 1941 года. В Бугуруслане, в школьные годы, началось увлечение Иосифа, делом всей его будущей жизни, радио. Иосиф получил хорошее радиолюбительское образование. Юноша из глубинки регулярно посылал в редакции журналов «Математика в школе» и «Физика в школе», решение опубликовавшихся там конкурсных задач. И во многих послевоенных номерах журналов можно найти упоминание его фамилии среди победителей. В 1949 году Иосиф окончил с медалью школу и приехал в Москву. Он уже твердо знал, что будет поступать в МГУ и обязательно на радиотехническую специальность. Иосиф пошел на радиофизическое отделение, на кафедру радиолокации, став сталинским стипендиатом и одним из общественных лидеров физфака. В 1960 году Виктор Васильевич Тихомиров назначил Акопяна начальником большого отдела и представил его кандидатуру в Минрадиопром на назначение главным конструктором РГС для ракеты зенитного ракетного комплекса КУП. Назначение состоялось. Акопяну было 29 лет. Итогом его работы стало создание перечня радиолокационных головок самонаведения, принятых для оснащения около десятка типов ракет воздух-воздух, около десятка типов ракет земля-воздух, ряда ракет ПВ сухопутных войск, а также истребителей МиГ-23, 25, 29, 31, Су-27. Основой этой работы стало более 230 научных работ, более 60 патентов и авторских свидетельств на изобретение профессора Акопяна. Был награжден орденами за заслуги перед Отечеством 2, 3 и 4 степени. Медаль 300 лет российскому флоту, медаль память 80-50-летия Москвы и медаль Жукова. Орденами Ленина, знак почета, и очень много других наград.